Сейчас я навожу тебе кучу вот таких вот тормозных дисков. Вот еще тебе. И вот еще тебе. В общем, как ты и просил, сегодня будем обозревать тормозные диски масс-маркет-сегмент. В общем, устраивайся поудобнее, нажимай все нужные кнопки под этим видосом, сделай как я. Подпишись, если ты этого еще не сделал. Давай начнем. Здесь не будет никаких дисков с перфорацией, карбоново-кевларовых, прочих-прочих перфораций, проточек и так далее. Опять гражданские диски, обычные, вентилируем либо полные, если речь идет о задней оси, как правило. Сегмент ценовой здесь будет примерно от двух до трех с половиной тысяч рублей. В общем, блин, вот так вот они выглядят. Не помню уже, говорил я вам про них в видео про колодки, я не показал вам этого производителя. По моему разумению, не получалось его влазить в бюджетный сегмент. Но в тормозных дисках этот производитель очень даже ничего хорошего. Диск тормозной на заднюю ось. Я вам приведу сегодня пример дисков на Spartage SL и AX35. Очень достойный вариант. Диски у нас, соответственно, китайские, как, впрочем, все остальные здесь в этом списке. Сразу же небольшое отступление на эту тему. Ребята, чтобы не было вопросов, и, не знаю, может, до сих пор кто-то наивно верит, что все диски делаются в том числе и в Европе, и в Корее. Вот как вот написано на коробке, так и будет это дело все выглядеть. Абсолютно нет. Вообще вот не так. Пять лет как уже прям очень достаточно плотно. Все производители перенесли свои стальные кеми и чугунные производства, конечно же, в Поднебесную. Это будет все китайское. Все будет китайское. Даже там то, что будет Made in Japan написано. Те производители, которых я вам сегодня приведу здесь, этот перечень, конечно же, Китай. Blitz здесь не исключение. Диски тормозные в розницу обойдутся вам 2500 рублей. Опять-таки задняя ось. iX35 Sportage SL. Если сравнивать с конкурентами, которые здесь также будут представлены, какой-нибудь Cortex обошелся бы вам 2800 рублей, ну и ISP Minsane был бы подешевле, 2100 рублей. Повторюсь из своего опыта. Опять-таки весь этот список построен именно на нем. Достаточно большая обратная связь у меня, в принципе, по колодкам и по большому спекту других деталей. Диски собираются от мастеров и от коммерческих клиентов. Диски у Blitz достаточно хорошие. 3-4 года последние усиленно. Он предлагается много у кого. Вы также можете найти эти диски в свободной продаже легко. Если вы сомневаетесь и знаете об этом производителе, говорю вам, как есть. Из опыта последних двух лет диски хорошо себя показали. Это в паре со своими же колодками вполне себе очень классный вариант. Присмотрись, Blitz. Вот какая еще одна желтенькая коробочка. Производитель Суффикс. Про него я говорил в ролике про стуки стабилизатора. Кому интересно, также можете пройти по подсказке выше, посмотреть его. Так вот, Суффикс. Новичок, который ворвался на рынок подвариантливого обслуживания. Смаги просто. В 2024 году, в сентябре, впервые он замаячил где-то на крупных интернет-площадках. И у крупных ритейлеров, вы можете наблюдать эти запчасти, диски, тормозные колодки в арсенале Суффиксы представлены в том числе. Пример, который я вам покажу сегодня. Здоровый диск на достаточно премиальный. Поезженный уже автомобиль. Туарек. Это вот. Бангурино. Диски, кстати, на тормоге и в седьмом, и Каене, там, шестого-десятого годов. Левый, правый, разные. Вот это вот у нас левый диск. Хороший вариант. Вот когда владельцы таких автомобилей задумываются о ремонте тормозной системы или виталии ходовой, конечно же, уже они покусывают себе локти, потому что цены их пугают очень сильно. Тачка и без того. Нешевая запчасти тоже не были никогда такими. Но вот ищут, конечно же, люди подешевле, в том числе. Суффикс – это один из таких примеров. 4100 рублей. Такие диски обойдутся вам в розницу. Конкуренты в лице Cortex'а, либо Lynx'а, стоили бы гораздо дороже. Допустим, тот же корпус – это 5000 рублей, а Lynx, наверное, и все 5400 стоил бы. Кстати, о них я также расскажу далее. Так, это Lynx. Я про него уже неоднократно говорил вам в других роликах. Много представлено где, в разных товарных группах этот производитель. Диски от Lynx хороши тем, что они классно оформлены. Они покрашены. Это плюс к коррозивной стойкости. Ступичная часть диска, сам торец ротора окрашен у нас, ну, в данном случае у Lynx'а, в черные цвета. Вот это, несомненно, по моему разумению, очень большой плюс. Считаете ли вы за такой плюс вот это вот новшество от Lynx'а? Не все сейчас производители могут похвастаться вот такой мелочью, да? А она очень даже подкупает многих. Диски тормозные на переднем ось автомобиля Hyundai Accent. 2300 рублей обойдутся вам такие диски. Конкуренты в лице Triali, ASP, Blitz будут, ну, наверное, подороже. Triali будет стоить 2500, Blitz тоже 2500, ASP Minsan, турецкая где-то 1900 рублей. В общем, тормозные диски от Lynx достаточно часто рассматриваю я как альтернативу. Если ценник позволяет, я, конечно же, выбираю диски эти в том числе. Также жду вашей обратной связи. Кто ставил тормозные диски от этого производителя, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Сразу же еще одного одноклассника как в ценовой категории, в большинстве своем, так и по своему исполнению, хотел бы вам показать. Диски от производителя Tmei Tatsumi. Нет, бренд тоже достаточно молодой. Как говорят нам всякие интернеты и каталоги производителя, мол, Япония, тра-та-та, все такое прочее. Ну, опять здесь, как всегда, русские на коне. Они взяли в оборот данный бренд, так скажем, как птица Феникс. Он воскрес из пепла, и они его воскресили, и тем самым дала ему новую жизнь. Стал он хорошо представлен на рынке постграмидного обслуживания в России. Диски от Tatsumi тоже хорошая альтернатива более дорогим производителям. И так же, как у Lynx. Вот вы смотрите, у него окрашена торцевая часть, ступичная часть. Опять-таки плюс 100-500 к армии и непосредственно к коррозиной стойкости. Диски хорошо обработаны, хорошая геометрия. Пример, который сейчас у меня на столе, это тормозные диски на передней осе автомобиля Hyundai Getz. Так, данные тормозные диски в розницу примерно будут стоить 2500 рублей. Blitz, вот, допустим, если мы будем сравнивать, 2600 рублей обошелся бы вам. Ну, а ISP Mensan где-то 2100 рублей. Также жду вашей обратной связи. Кто-то пробовал из вас данные тормозные компоненты, в частности, диски. Что вы можете о них сказать? У меня приличная уже обратная связь по ним собралась. Пока есть автомобили, которые прошли на них без проблем на 25 тысяч километров. Это три автомобиля, за которыми я усиленно наблюдаю. Думаю, они покажут показатели ничуть не хуже, чем более дорогие аналоги. А ISP Mensan, товарищи турецкие. В ролике про бюджетные тормозные колодки я вам уже о них говорил, об этом производителе. Один из немногих в сегодняшнем списке, кто пакует тормозные диски парами. Кстати, про пары и поштучно, и про диску ценообразования я расскажу вам чуть дальше, как оно вообще строится. Тормозной диск на передней оси. Автомобиль Logan первого поколения. Клеил там вторые диски. Все, кстати, и этот не исключением производители пакуются у нас в пакеты, чтобы избежать прихранения коррозии. В данном случае масляная пленка у нас здесь практически у всех. Все диски и диски от ISP Mensan покрыты специальным составом, который, назовем его, консервационным. Позволяет дискам долго храниться на складе и не подвергаться коррозии. Диски в сегодняшнем списке одни из самых дешевых. Данные диски в розницу обойдутся вам в 2100 рублей. Но, опять-таки, в сравнении с кем-нибудь Blitz, Моритриале, которые обошлись бы вам в 2300-2500 рублей, я думаю, эти 3-4 сотки для некоторых бывают достаточно критичными. За два диска выходит там 800-700 и более рублей. В общем, ISP Mensan – это хороший вариант. Рынки постгарантийного обслуживания, если нужно за дешево и сердитое, это один из тех, кто будет, наверное, на первых местах. Это реально. Группа компаний Carville – бренд достаточно давно на рынке. Многим, конечно же, известен уже. Монуклатура у него крайне большая. С каждым городом она все растет и растет. На иномарке каждый квартал, наверное, она прибавляется. Группа тормозных дисков здесь не исключение. На моем столе пример тормозных дисков передней ости автомобиля Lada Granta Priora. 14-е тормоза, VAT-2112. Также в пакеты упакованы. Также состав. Диски здесь краской не обработаны. Ценник достаточно приемлемый. За тормозилки на переднюю ось на сжига автомобилей – 1700 рублей. Blitz стоил бы 2000 рублей. Ну, кстати, а если Nissan был бы дешевле? Это 1500 рублей. А ты думаешь, что ценя что-то дешево, да? Что-то 2000 где-то у всех стоит, да? Да. Значит, это 500. Самый дешевый, Ford, 2200. Ага. Это самый добрый бешевый. Ага. А это типа еще… А в реале он будет где-то 2300, 2400. Ну, короче, 1700 – это розничная цена. Я перепроверил. Да. Это нормальная цена. То есть бывает и дороже. Короче, бывает и дороже. Значит, Blitz стоил бы 2000 рублей, а SP за полторушку можно найти. Будет чутка дешевле. Но тут уже выбирать и сравнивать вам. Опять-таки жду вашей обратной связи. Ставили ли вы в реале тормозные диски? Товарищи страны утренней свежести, Speedmate. Этот производитель в этом году сильно пользуется и сравнивается. Тормозные диски здесь не стали исключением. В первую очередь, это, конечно же, цена. Привлекательная. Диски тормозные на переднюю овость автомобиля Kia Rio 3. Solaris 1. 2800 рублей. Обойдутся в розницу вам такие диски. Диски также в пакете. Конкурентного такого яркого преимущества, как у Tatsumi, у Lynx, у этого производителя нет. По мне, действительно, было бы круто, если бы каждый производитель уделял внимание окраске. Вот опять-таки я к этому вернусь. Классно, когда торцевая часть окрашена. На какое-то время от коррозии это все-таки спасет. Я не говорю, что это будет всегда держаться этот состав, но, тем не менее, выглядит и вид другой. А если у вас хорошие литые диски, вот это вот все ржавчины не будет видно. По-моему, это круто. Но вот Speedmate этим не блещет, но геометрия, ценовой диапазон, хорошая представленность, инвенклатура, опять-таки, на корейцев. Вот у Speedmate это все делал хорошо. Blitz бы стоил 2.300, а SP стоил бы 2.100. Конечно, дешевле. Cortex стоил бы 2.400, Lynx бы стоил тоже 2.400. Ну, хороший вариант, учитывая, что производитель позиционировался как корейский. Но, опять-таки, свою точку зрения по поводу того, где это все делается, я вам уже высказал. И в итогах своих я также порассуждаю на эту тему. Ну, напоследок я скажу, знаете, про кого я скажу напоследок? Скажу я про противоречивого товарища, вот всегда, почему-то он у меня эти эмоции вызывает. И в первом топе про тормозные колодки, в достаточно давнишнем уже, я также затрагивал этого производителя. И уже 2 года назад у меня были сомнения по поводу этого самого производителя. Это Санкшин Хай Кью. И опять расскажу вам историю о том, почему я не рассматриваю производителя Санкшин Хай Кью, что касается тормозилок. Потому что я люблю пробовать и сравнивать. Это первую голову, конечно же. И сейчас Санкшин проигрывает битву цены. Это случается со всеми производителями, которые давно на рынке, они так или иначе цену задирают. Санкшин пока что, последний год все-таки цену подспустил. Но последние 2 года, почему я от него отвернулся? Потому что цена была крайне завышена. Я стал сравнивать и искать хорошие замены, в первую очередь, конечно же, по цене. Тормозной диск на передней ось автомобиля Hyundai Elantra с 2015 года. Диски также упакованы у Санкшина в пакеты. Хорошая геометрия, хорошо обработаны. Здесь все как и у всех. Вот цена за такой диск в розницу примерно 3300 рублей. Вот дорого бы это или нет. Есть и дешевле. Вот ASP2900 вроде бы не пятигоречная разница, но тем не менее. Фортекс какой-нибудь за 3200 бы вам вылез. Линкс, кстати, был бы дороже. 3700. Я не говорю, что диски и колодки от Санкшина именно в этой линейке крайне плохие. Я говорю, что я уже достаточно давно ищу ему альтернативу. И об этих альтернативах в том числе я рассказал в этом ролике. Также жду ваши обратные связи по поводу Санкшина. Как сейчас у вас дела с ним обстоят? Ставите ли вы на свои авто детали от этого производителя? Вопросы, которые возникают у большинства из вас, когда вы делаете заказ, допустим, если это в интернет-магазинах каких-нибудь происходит, как диски заказываются? Вот цена всегда указывается за штуку, за один диск. Но в большинстве своем 90% диски продаются парами. То есть вы никогда не купите один. Бывают редкие исключения, бывают, не скрою. Но всегда диски продаются парами, и это и правильно. На автомобиль же вы не будете ставить один новый, другой старый. Это неправильно. Соответственно, цена, как правило, в картине у вас будет указываться за две штуки, а цена при заказе указывается за одну штуку. Соответственно, суммарно сразу же программа за вас умножает на два. Даже если тормозные диски идут в коробки парами, цена за штуку. Это к вопросу цены. Если многие из вас не понимают, как это, я же думал, что за пару будет две тысячи. Да не будет за пару две тысячи, ребят. Цена за штуку. Что касается качества и обратной связи. Я опять-таки буду выражать свое сугубо индивидуальное мнение. Жду от вас такого же мнения в комментариях. Все обозреваемые в этом ролике производители так или иначе заслуживают вашего внимания. Иначе бы о них я вам сегодня не рассказал. Качество у всех плюс-минус одинаковое будет. Вот этот ценовой сегмент и производители, которые я вам показал, с ними все дело так и обстоит. По пробегу суммарно, если оригинальные диски, которые стоят на авто с завода, способны бегать 120-150 тысяч, это в принципе нормальный пробег для оригинальных тормозных дисков, то на рынке постгородивного обслуживания, конечно, дела обстоят совсем по-другому. В принципе, все тормозные диски способны отбегать до 80 тысяч. Это в хорошем, таком, неспешном гражданском стиле вождения. Есть, конечно же, люди, которые за 50-40 тысяч могут убить тормозные диски и проколотки. Я вообще молчу. Но так или иначе, эти производители способны заявленный срок отходить. Сейчас для многих будет важна цена, это и понятно. Автомобили сейчас обслуживать дешевле не становятся. Что ж тут греха таить? Тут не то, что то, а реки, люди гранты не вывозят вообще. И любой ценник за обслуживание 15 тысяч рублей и выше многих повергает в шок. А люди всего лишь поменяли тормозные диски, колодки, стеречки стабилизатора для саленблоки. И то даже, может, саленблоки не тронули. Как всегда, жду твои реакции под этим видосом. Жду тебя в комментариях. Обязательно мы там подискутируем. Все комментарии читаю. На самое интересное, конечно же, отвечаю. Большое спасибо, что уделил внимание этому ролику. Как всегда, не забудь сделать, как и я. Поделись этим видосом со своим товарищем, автолюбителем. Подпишись, если ты этого еще не сделал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok